Здравствуйте, любители винограда! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас 22 августа, и это первое видео из серии видео про наши урожаи. Урожаев в этом году много, поэтому показывать буду в несколько этапов. Сегодня первое, покажу, что готово на сегодня, что уже можно кушать, и будет небольшой анонс. Так что пойдем. Итак, первый у нас это русский ранний. Вот такие у него красивые, довольно крупные грозди. Грозди выдает он, бывает, по 3-4 грозди на ветке. Наверное, один из моих фаворитов. Его уже можно кушать. Вкус у него сладкий, но с таким очень нежным, приятным ароматом. Чем хорош? Гроздь не очень плотная, ягоды не сбиваются, не трещат, друг другу не мешают. При этом достаточно хорошо все это проветривается. Куст практически ничем никогда не болеет. Вообще, мой этот сорт, он считается универсальным. Мы его используем больше для приготовления вина. Дело в том, что у него и хорошая сукодача, хороший аромат. И при этом мякоть, она такая шкурка снимается отдельно, а мякоть довольно рыхлая. Но, повторюсь, вкус очень хороший, очень приятный. И вкус, конечно, урожайный, никаких проблем не доставляет. Для тех, кто только начинает работать с виноградом, это, наверное, один из самых лучших сортов, ввиду того, что он абсолютно неприхотлив. Вот у нас его целая большая шпалера вот этого красавца. Да, забыла еще сказать, не трещит, вот несмотря на обильные дожди. Не болеет и чувствует себя очень-очень хорошо, только радует своими урожаями. А сейчас мы идем с вами дальше. И здесь у нас русвин янтарный, либо, как его еще называют, жемчуг запорожский. Ну, пусть вас не пугают вот эти вот непонятные гроздочки. Дело в том, что это первый сигнальный урожай. И посмотрите, вот здесь две грозди на ветке, посмотрите, сама ветка, она маленькая. Тут и загущение, ну, идет переформировка шпалеры, поэтому он такой вот небольшой. Но, тем не менее, видите, даже в первом сигнальном урожае вот какие крупные ягоды. То есть, потом он выдаст вот такую гроздь. Такой янтарно-молочный цвет. Уже его не то, что можно кушать. Его уже пора было бы съесть неделю назад. Он абсолютно готов. Ягода сладкая, приятная, без кислинки, с приятным хорошим хрустом. Ну, и, конечно, такой очень приятный бонус – это его ранний срок созревания. Ну, по болезням тоже никаких. К нему пока что вопросов нет. Еще один желтый виноград с такими длинными красивыми гроздями. А здесь вот она узенькая здесь, смотрите. Вообще, все гораздо красивее. Этот сорт у нас безымянный. Попал к нам пересортом. Мы его называем молдомонд. Почему? Ну, покупали два черенка, два саженца молдав и лакимонд. Но оказался ни тот, ни другой. Вот такой виноград. Еще немножко не готов. Я его покажу в следующем видео уже по готовности. Ну, а пока вот такие предварительные его результаты. Ну, а мы идем дальше. Здесь у нас красавица Аркадия. Плодоносит она у нас второй год всего лишь. И несмотря на срок ее созревания – 120-125 дней, на сегодняшний день ее уже вполне можно есть. Конечно, если она повисит больше, она наберет больше аромата. Для Аркадии это характерно. При полном созревании у нее появляется очень приятный мускатный привкус. Но я вам честно скажу, что он есть и уже. Ягода очень хрустящая, очень сочная. И смотрите, вот она еще даже в окрасе. Вот здесь больше на солнышке ягодки желтоватые. Там они еще зеленоватые. Повторюсь, 120-125 дней ей еще вроде как рановато. Но вот сегодня, 22 августа, это то, что вполне можно кушать. Да, и косточка еще зеленоватая. Косточки маленькие, они практически там незаметно не ощущаются. Ну, конечно, очень вкусный виноград при этом. Вы видите, какие грозди. Потом при полном сборе я обязательно покажу еще, покажу на весах. Вот сколько это у нас выйдет. Грозди этих здесь более чем достаточно. Хорошая сила роста. Никаких заболеваний. В общем-то, такой виноград не просто так его любят и любители, и профессионалы, потому что и ухаживать легко, и результат очень хороший. Здесь же рядом с ней у нас сидит Супер Экстра. У Супер Экстра первое плодоношение в этом году. Поэтому гроздочки такие вот могут быть рыхлые. Для нее еще характерно, что хрупкая гроздь, то есть с ней надо быть осторожным. Вот здесь, кстати, вот эта вот покрупнее гроздь, это тоже она. И она уже готова. Так вот, Супер Экстра уже можно снимать. Ну, смотрите, размер ягоды. Вот на той мелкой грозди он, конечно, не такой большой. Здесь вот я уже показываю. Не просто так это название Супер Экстра, действительно, она и Супер Экстра ранее очень-очень вкусная. Здесь отчетливый привкус муската, хорошая сладость, такая непритерная. При этом ягода тоже очень хрустящая, она очень приятно себя ощущает во рту. Ну, и, конечно, визуальный эффект он тоже потрясающий. Что касается болезней и всего остального, ну, в принципе, тоже никаких проблем мы с этим сортом не наблюдали. Еще один желтый сорт в нашем желтом царстве – это Интрига ранее. Несмотря на вот это вот название ранее, на самом деле срок созревания 120-125 дней. То есть в условиях наших, в Беларуси, это не совсем ранее, это такая, ну, скажем так, средненькая. Хотя, хотя вот в этой грозди уже некоторые ягодки более желтые, они вкусные, они хрустящие, сладкие. Ну, пока такой очень явный аромат не ощущается, ей еще надо повисеть. Тоже это первый урожай, вот такие она выдают удлиненные грозди. Немножечко кое-где может трещать, но, честно говоря, этот год вообще не показатель, потому что дожди льют, льют и льют бесконечно. Поэтому, ну, что касается треска ягод, на урожай этого года опираться не следует. Вот, тем не менее, вот такая красивая, хорошая грозь для первого урожая более еще. Грозди таких тоже здесь достаточно. Понятно, что мы делали нормировки все-таки, это первый урожай, но тем не менее. Еще одна характерная такая особенность для суперэкстры и интригераний. Сейчас, может, покажу. У них такие мохнатые листики с обратной стороны. Если у Аркадии вот они гладенькие абсолютно, то у этих такие мохнатые, чем-то даже похожие на математику. Здесь у нас красится Виктория, но пока сильно на ней останавливаться не буду, поскольку еще и рановато. Покажу в следующем видео, когда она уже полностью созреет. И идем с вами дальше. Здесь у нас Алешенькин. Сорт старый, сорт довольно популярный. Какие плюсы и минусы. В этом году он у нас не очень хорошо опылился. Ну, почему здесь, в общем-то, изогущение, тоже будет переформировка шпальеры. И выращивая этот сорт уже несколько лет, к чему мы пришли, к какому выводу? То есть ему надо давать много-много места. И если предыдущую шпальеру я вам показывала, где суперэкстра, Аркадия, вот там им все равно, и та же Аркадия прекрасно опыляется, дает хороший урожай, то вот Алешенькин при такой густоте ему не нравится и опыляется у нее очень хорошо. Вообще, на нашем опыте, гроздь он выдавал до 700 грамм. Это то, что мы видели в реальности. Уже сладкий, но вот видите окрас в грозде. Вот внутри ягодка еще такая зеленоватая. Здесь она желтенькая. По вкусу сладкие хрустящие, около 40% ягод они могут быть вообще без косточек. И если так вот, без особого аромата ягода, но если проводить ассоциации, вот тот кишмиш, который продается в сезон, это в принципе по вкусу Алешеньки, только он не приторно сладкий. То есть сладость здесь умеренная, такая приятная. Здесь у нас зилга. Четыре грозди на ветку, но в этом году, в прошлом году она была чуть лучше, в этом году немножечко весна ее подпортила, когда были возвратные заморозки, потому что не все у нас получилось укрыть. Ну, к тому же, тут тоже у нас идет переформировка, отсюда мы ее будем убирать. Поэтому загущение. Тут зилга, тут и лора, тут и красотка, тут все вместе будем переформировать, но тем не менее. То есть это на самом деле не самая крупная грозь, может быть она в два раза больше. По срокам она уже сладкая. Тоже этот сорт мы используем как винный. Хороший аромат, хороший сахар. В прошлом году выдавала порядка 22% сахара, что у меня достаточно, но я об этом еще буду рассказывать, видео про винные сорта. Скажу только, что сейчас уже вполне ее можно кушать. Шкурка слазит мешочком, в шкурке немножко есть кислинка, сама же мякоть очень сладкая, ароматная. И вот в это время вполне можно ее употреблять. Здесь у нас синий. У синий срок созревания порядка 100 дней. Он считается очень ранним, но дело в том, что первое плодоношение и пока еще не совсем готов. Видите, даже не полностью окрашен, хотя некоторые ягодки уже сладкие. Но буду показывать позже. Пока просто для примера размер грозди по сравнению с моей рукой. Я думаю, что недельки-две, и он уже будет готов. Тогда, конечно, обязательно покажу. Здесь у нас шпалера винных сортов. Про винные все буду рассказывать отдельно. Еще немножко по срокам рановато. Вот так вот они красиво красятся, набирают солнечное тепло и ароматы. Конечно, тепличка. Несколько раз вам показывала Хаджи Мурат. Смотрите, как он набирает краску, как он еще наливает ягоду. Там дальше другие у нас сорта. Очень красиво вот фавор красится. Ну, понятно, что тепличные у них вообще 130-140 дней. То есть о них, опять же, позже, даже, возможно, в отдельном видео. Ну, на этом я на сегодня с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментариях свое мнение. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Впереди еще много интересного. А под видео, нажав кнопку «Еще», вы найдете все наши контакты и ссылку на наш сайт с полным ассортиментом наших сортов. И до новых встреч. Пока!